Итак, в этом видео мы снова будем заниматься выращиванием кристаллов. И как из предыдущего видео известно, я попытаюсь вам подробно рассказать о том, как же вырастить красивые монокристаллы, для чего это нужно и каковы условия для этого процесса. Для начала нам нужно выбрать вещество, из которого мы будем выращивать кристалл. В принципе, практически из любого вещества можно вырастить кристаллы. Например, кристаллы белков, кристаллы йода, кристаллы металлов. Даже из воздуха можно сделать кристалл, если охладить его до нужной температуры. Но для обычных условий лучше всего подходят кристаллы неорганических солей. На этот раз я буду выращивать кристаллы из алюмакалиевых квасов. Но из личного опыта я вам скажу, что дома выращивать кристалл лучше всего из медного купороса. Из обычной соли они растут плохо, а медный купорос, в принципе, и купить легко. Из него растут довольно красивые синие кристаллы. Для начала возьмем какую-нибудь емкость и сделаем насыщенный раствор нашей соли. Положим в стаканчик небольшое количество соли. Дальше заливаем водой и начинаем добавлять соль, пока она не перестанет растворяться. Насыщенный раствор нужно сделать обязательно с горячей водой. Так вы никогда не ошибетесь с пропорциями. Для различных солей существуют разные кривые растворимости. Так что же это такое? Кривая растворимость – это показатель того, сколько граммов данной соли может раствориться в 100 мл воды при определенной температуре. И для всех солей все эти данные различны. После того, как мы приготовили насыщенный раствор соли, его желательно отфильтровать. Фильтровать нужно для того, если вы покупаете химикаты не в химическом магазине, а, например, в магазине для сада и огорода. Вещества из этого магазина довольно грязные, и я бы не советовал их использовать, так как из них кристалл может вырасти с дефектами. После фильтрования оставляем наш стаканчик с раствором примерно на сутки, чтобы из него выпали лишние кристаллы. Кристаллы выпадают потому, что при изменении температуры растворимость также изменяется. И лишние кристаллы, которые не могут раствориться в растворе, выпадают на дно стаканчика. Спустя какое-то время у нас на дне стаканчика образовались красивые кристаллы. Эти кристаллы нам будут служить затравкой. Затравка – это самый большой кристалл, который мы опускаем в раствор, и на котором будут нарастать новые слои кристалла. Теперь на время сливаем насыщенный раствор из стаканчика в какую-нибудь другую емкость. И из массы кристаллов, которые образовались на дне, выбираем самый красивый и большой кристалл, или тот, который проще всего будет подвязать на нитку. Также я советую вместо нитки использовать тоненькую леску, так как она не будет растворяться в растворе и избавит вас от множества дальнейших проблем. После того, как мы привязали кристалл, берем стаканчик и выливаем туда насыщенный раствор нашей соли. Нитку можно подвязать на обычный карандаш и подвесить кристалл в стаканчик на карандаше. Но я решил немного помудрить и сделать для себя вот такую систему, чтобы в стакан не попадала грязь и пыль. Но хотя это не обязательно. И вот теперь нам остается только ожидать роста кристалла. Со временем роста кристалла он будет становиться все больше и больше. Это будет происходить потому, что с течением времени вода из раствора начинает постепенно испаряться, тем самым повышая концентрацию раствора. А так как у нас есть кривая растворимости, мы можем узнать, что излишек вещества, которое не может раствориться, должно куда-то деваться. И это самое вещество будет образовывать наш один кристалл. Если бы мы не повесили затравку в раствор, то кристаллы бы начали выпадать где попало, на стенках или на дне стаканчика. Еще один момент. Во время роста кристалла из стаканчика постоянно будет испаряться жидкость. Поэтому кристаллы будут расти. Но в этом вся и проблема. Так как жидкость будет испаряться, то настанет какой-то момент, когда ее будет слишком мало. И дальнейший рост кристалла будет уже невозможен. И для этого раз в месяц или раз в две недели в стаканчик необходимо будет доливать тот же самый насыщенный раствор. Готовить насыщенный раствор нужно так же, как и раньше. Растворяя как можно больше соли в горячей воде. Однако нельзя доливать теплый насыщенный раствор. Насыщенный раствор должен быть именно той температуре, при которой идет рост кристаллов. В противном случае мы можем загубить все дело. Также с течением времени, например, раз в месяц или раз в две недели, рекомендую фильтровать раствор, чтобы постоянно поддерживать его чистоту. Так как со временем в него могут попадать какие-нибудь пылинки или еще прочая грязь, которая может помешать росту кристалла. С течением времени мои кристаллы из алюмакалевых квасов становятся все больше. Как вы можете заметить, у них такая очень интересная форма. Ну вот, наконец, спустя примерно три месяца, я вырастил два таких вот кристалла алюмакалевых квасов. Они не совсем идеальны и не то, что я хотел, но в принципе все равно у меня вышла монокристаллическая структура. Для тех, кто не знает, монокристалл это вот один такой красивый кристалл, а поликристалл это множество сросшихся между собой кристаллов. После того, как мы решили, что наш кристалл вырос достаточно большим, и мы хотим прекратить его рост и положить его себе на полочку, мы должны еще сделать некоторые действия. Вытаскиваем из раствора наш кристалл и сначала высушиваем его поверхность салфеткой. Далее нам необходимо покрыть наш кристалл одним или двумя слоями бесцветного лака для ногтей. Это необходимо для того, чтобы кристалл со временем не высыхал и не разрушался. После того, как мы покрыли наш кристалл слоями лака, его можно брать руками. Ну а теперь, как и раньше, я предлагаю вам насладиться красотой своих кристаллов без комментариев. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...